ты не света ты заказчик аудиозаписи иногда туда не слышно ты деньги приятное назначение зрение так можете куда-то пересесть значит это клиент это деньги в его жизнь чтобы вам было понятно что я ориентируюсь уже клиентов денег стоит достаточно далеко на машу поставила но это уже тоже наверное имеет какое-то значение сейчас разберемся я могу немножко описать уже состояние мы подоскали слово деньги мне подточнило думаю сейчас начало болеть сердце пока на этом все подтошнило и даже какая-то до роты туда есть внимание да я вижу вижу смотрю вижу особого интереса а когда смотреть прямо в глаза ну то есть сосредоточено туда смотреть тошнота усиливается она сразу прошла просто реакция была короткая на слово деньги на слово деньги да хорошо а что здесь ну я почувствовала это отношение просто сразу да то ли меня ненавидит ну какой-то такой отрицательный да импульс был ну в принципе я нормально отношусь нормально я я я просто хочу что деньги это деньги это деньги это ну не человек да ну как бы будем рассматривать меня отталкивает меня отталкивает оттуда идет отталкивает не принимает такой импульс я не говорю что так вот прямо сейчас сейчас уже хорошо легче стало хорошо да просто сделать шаг подлиже и что будет по ощущениям что поменялось здесь заказчик насторожен то есть я и начинаю испытывать напряжение напряжение и скованность я хочу как бы да в родителей присутствующих ну и тех так вообще как что есть покупка этой квартиры это все таки наверное то что дает прибыль да ну то есть деньги приближаются так вот просто деньги да деньги которые хочется умножить да деньги которые хотелось и становится холодно очень очень холодно смотри сильно хорошо Маша назначь симптом который сейчас усиливается первый будет тошнота сейчас холодно назначь у нас еще в холодильнике сейчас перчик у меня и симптом или латка лена болит вот этот симптом да который когда назначили вот то что переживаешь ты да заместитель вот симптом симптом отпускает чуть-чуть да немножко легче интересно да вот так окатывать сроку надо вот через внутреннее переживание оказывается связь с чем-то да что как-то опосредованно связано с деньгами что здесь что здесь ну только поставили я очень высоко над ней прям высоко но далеко я она прям вот как вот на таком возвышенности она низко гораздо ниже меня стоит а я высоко так уверенно чувствую и поставили у меня тоже очень холод по спине и по пяткам прям вот пятки как-то аж сводит какой-то холод и такой спазм какие-то как она лет у меня тут энергия идет приятная ну да просто движение на клеточном уровне так есть интерес повернулась да это самое приятное смотреть можно сказать приятное приятное нейтральное оно интересно вообще вот нейтральное да у меня тоже нейтральное но периодически обматывает холода периодически что здесь изменилось с деньгами мне хорошо когда появился кто-то она сконцентрировалась вместо меня потому что мне тяжело под ее взглядом находиться ну как-то хочется не смотреть по версии да понятно что ответить осознанно невозможно ну так как чувствуется как вроде бы кажется человек или явление наверное не человек потому что очень я безэмоциональная какой-то вообще никаких эмоций это вообще никакой ну то есть что-то вот я прямо говорю у меня прямо вот отсюда до сюда прям холодом прямо очень даже обстоятельства в которой в которой мне холодно но мне интересно я не могу уйти то есть я завишу это вот такое ощущение вот я начали говорить я как небоскреб вот такое у меня чувство это вопрос большой это большой дом абсолютно нейтральный ни справа это может быть власть может быть еще холоднее да потому что у меня прям ветром повеяло да наверное не забыл может быть да ну я очень уверен абсолютно высокая нейтральная власть да ну дело этого идет в суде да вообще-то это как бы государственный орган орган власти который принимает решения на пятке просто ну похоже у заказчика весьма специфическая связь внутренняя психологическая с властью у нас по-разному да кому-то бывает так же дискомфортно где-то в этих структурах и в связи с такими вопросами власть хорошо Маша а теперь еще одного человека с кем из его рода это связан ты не Вика ты тот сейчас да когда я сказал кого назначить да ну вообще и туда абсолютно нейтральная чувства уст-то никаких наденья да и наденья никаких абсолютно нейтральная у меня очень хорошо что у нас все есть деньги так 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 это тот кто в роду связан с этой ситуацией да потому что бывает иногда такое опосредованное да так ну можно предположить властью пока ребенок маленький обладает родители большой властью вообще даже ну можно предположить что это еще что сюда очень жарко мне хочется вот этот круг разомкнуть и выйти с него ну я хотела сразу повернуться как я вспомнила отсюда да ну вот так ну дальше будет идти куда-то кем вы себя чувствуете мужчина женщина мужчина старший или младший или сверстник сверстником ну нам заказчик интересен да власти по власти такой старший на поколение ну под правой родители дети ну у меня какое-то как не воспринимание вижу что-то ну под правой лопаткой стал мужчина старший под правой лопаткой Маша станет под правой лопаткой да вот кстати мы часто чувствуем с правой стороны отца непосредственно ну отца теперь холод что жуткий холод ого опять что здесь ну когда поставили теперь эта точка выше всех теперь она вот я так а эта точка от меня еще вот так вот так стоит тоже далеко сколько знаний о своем этом что я как-то не воспринимание вижу ну далеко я предполагаю дело в том что по-моему в арабском мире есть удивление не только на семьи но и на кланы что там есть глава клана ну глава ну как бы рода но кланы там немножко не ничего особенного ну как бы отталкивать слегка ну мне неинтересно я понял все то что происходит круто совершенно да спать хочется это говорит о том что вообще вопрос связан не с деньгами вопрос связан с какими-то отношениями внутри его ну так мы опять вышли на рода семейные да возможно кланово семейные отношения и похоже что ближе всего проблема связанная с отцом я через деньги делаю вызов вызов да отцом да сознательно теряю и делаю вызов сюда я прямо это как бы такое да я прямо упёртость такая война идёт с отцом да похоже хорошо тут есть такое правило я его выполню сейчас чуть лучше все нормально как правило там не ходить через середину что здесь решает тревога за него и я как бы не вижу самого человека я больше вижу свою тревогу себя мне хочется представлять эти фигуры чтобы внимание вот ему уделили в центр куда-то выпихнуть я хочу лучшего ну лучшая жизнь очень волнуюсь тревожусь ну я мало как бы спрашиваю что хочет тревожусь но управляю да да вот я прямо а сколько же заказчика лет по-моему уже под 30 или что-то ну ребёнок ну явно ну явно не смышлён не ж такое я знаю что а по ощущениям такое да ну что он понимает в жизни я знаю как надо я вот их всех тут построю и деньги в том числе только что не получается а жмания сильные хорошо тогда мы сделаем вот так мы всегда делаем предупреждаю ну если человек чего-то избегает он куда-то не хочет смотреть и он ну наоборот туда поворачиваем значит там эпицентр и самое важное ощущение и шуме что что чувствует заказчик стиснутые зубы злиться злиться на что-то доказывает доказывает под себя обычно такая эмоция появляется в подростковом возрасте когда мальчик превращается в юношу он биологически уже вырос а родители это не сильно замечают они не признают его право принимать решения да то есть как бы тем более на востоке мне кажется это очень вероятно и мальчику приходится доказывать что он имеет право решать сам в своей жизни то что для него важно да скажи пожалуйста я уже вырос я уже вырос и я важнее денег и я важнее денег когда я заставлю тебя это признать я заставлю тебя это признать � Масса чувств сменилась от нежелания видеть перед собой личность, и хочется вернуть туда ощущение, что я управляю, до какого-то страха, аж до паники, что вообще ничем не управляю, и потом как-то чуть-чуть отпустила. Но вместе с тем слезы и чувствую такое удаление. Скажи, я очень боюсь тебя потерять. Да, и все, что вырос, а вырос, а выжить еще надо. Скажи, я очень боюсь тебя потерять. Есть одна особенность для родителей всех, кто хочет, для того, чтобы любить ребенка, легче представлять его маленьким, потому что, когда он был маленький такой весь, можно было взять фрукты, на коленки посадить, у нас появляется та любовь, которая в самом раннем возрасте. А когда уже такое, извините, а дорога выросла, уже как-то сложно. Ну и по своему сыну, он вышел мне на голову, но как-то, да, я к нему тулюсь, я непонятно, кто из нас маленький. Такое, да, то есть, и вот это непроизвольно. Мы для того, чтобы родительские чувства активизировать, мы возвращаем себя туда, видим его маленьким. А это очень, кстати, ранит детей, когда они, особенно, уже не выросли. Он же сказал, что он вырос, а надо выжить. Это что? Ну, он-то вырос, да, но как бы папа боится, что взрослый вот этой большой жизни он не справится, да. И тут это еще один компонент, это очевидно, я не знаю, терял ли его отец близких, возможно, детей, возможно, братьев, возможно, да. Который погиб, он очень любил его, да. А я не помню, это родной? Он вдвою родной, но он его очень любил. Ага, потерял как ребенка, да. Что там деньги? Что там деньги? Оживились? Нет. Все не о деньгах, не о деньгах вообще, да? Ну, у меня только власть интересует. Я чувствую, как макать захотелось, кому, коту. Я себя чувствую тогда, при каком отношении не мужчина, а ребенком, например. Я говорю, по макать, когда ко мне так относятся. Смотрите, кстати, эта страна очень маскулинная, да, то есть мужчиной надо быть там, несмотря ни на что. Ну, я не знаю, конечно, зайдет ли это клиенту, да, потому что мировоззрение сейчас, пожалуйста, будет больше. Скажи, я очень люблю тебя. Я очень люблю тебя. И для меня очень важно. Для меня важно очень. Чувствовать тебя, как отца. Чувствовать тебя, как отца. Чувствовать тебя, как отца. А себя, как сына. А себя, как сына. И немножко оставаться маленьким. И немножко оставаться маленьким. Но я боюсь, что ты не будешь гордиться мною. Как эти слова про водность, они имеют значения? Да, потому что меня одновременно злит, когда мне эти отношения, это состояние у меня. Меня унижает то, что я чувствую себя маленьким, не могу себе этого позволить. Скажи, разберись. Разберись. Либо я маленький, либо я мужчина. Либо я мужчина. Это твоя проблема? Это твоя проблема. Мне нужно какое-то новое качество. Любить Зеруслова Сына и принять свою позицию, что он в этом мире уже должен больше. И у меня есть право рисковать? У меня есть право рисковать. У меня что-то сжимается. Так это страшно все. Не моя ответственность. Это как-то так все страшно. Я не знаю, какие-то слова. Ну, на спокойном. Мы не в курсе, мы верующие. Ладно. Будем предполагать. Арабские Эмираты, скорее всего, верующие. Скажи, на всю волю Аллаха. На всю волю Аллаха. Он более старше отец. Он более старше отец. И для тебя, и для меня. И для тебя, и для меня. Отпусти меня. Отпусти меня. Под Его волю. Под Его волю. Под Его волю. Ну, да. Так на волю. Ну, правда, там, конечно, у них есть таковы, что у Бога нету родственников, то есть там нет представления о Сыне. Это самое, но Аллах всем управляет. Я думаю, Саша переведет тоже. Как сейчас контакт с этим? Совсем как-то подругой. Ушло и напряжение, и что-то заказывать, и как-то непривычное новое состояние. Мне интересно, что там. Ну, я жду действий каких-то. Ну, так я не обращаю внимание. Если мы начнем действовать... Хорошо. Светочка, повернись, как было. Встань. Встань. Да. Вот так вот. Ну, немножко там, немножко за телевизором. Это приятно? Когда за плечи держат, это приятно? Да, нормально. Нормально. Сейчас. Нормально, нормально. Что здесь? У меня уже, как бы, хватит разбираться. У меня уже руки вот так чешутся. Хочу задействовать. Хватит уже. Все, пошли. Такое у меня чувство. Просто делать. Хорошо, что делать. Да, хорошо, что делать. Уже как-то более финиечка. Отношения появились ровные. Как сейчас? Были переживания неприятные? Ну, сейчас мне интересно все равно. Даже очень интересно. Скажи, как бы, всем присутствующим. У меня будет много денег. У меня будет много денег. И от этого выиграют все. И от этого выиграют все. У меня есть некое отношение. У меня есть ощущение, подтверждение, например? Да, мне очень приятно смотреть сюда. Хорошо. Мне тоже, она изменилась, я чувствую. И теперь уже... Хорошо, что у нас за государственный орган. Ну, приходит отлично. Вообще, мы все вместе, прям так чудесно. Мне прям нравится. Теперь мы все равны. Как-то вот так вот. Что здесь? Немножко какая-то как соперничество по конкуренции. Чуть-чуть. С кем? С кем соперничество? Ну, я же была выше как бы, а теперь как бы она рано. Ну, не знаю, чуть-чуть. Они понизили. Да? Понизили. Ну... Вообще, относительно всех возникло соперничество и ощущение, что понизили рано? Нет. Ну, чуть-чуть. Да. Угу. Сейчас у меня версия другая. Возможно, это не к вам. Возможно, это трагическая судьба. Здесь. Да? Трагическая судьба, она достаточно высокая вещь. Да? Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт. То есть... Ну, это, да. Сам, кто знает, стихи. И трагически прожить, это в каком-то смысле подняться. Ну... Ну, это тоже вообще очень далеко. Мне так кажется, что сейчас это судьба. Что-то очень далеко. Это судьба, жизнь, да? Жизненный путь нашего заказчика. Как сам заказчик, заместитель, реагирует на то, что вот этот заместитель, его жизненный путь, да? Да, вот в таком. Есть где-то все это? Есть... На мои слова есть какая-то реакция? Или что я сделаю предположение, видишь, что это произошло? Ну, как, я свой путь теперь не вижу преграды. Не вижу какую-то. Вот так бы я сказал. А попробуй сказать. Это тоже будет хорошо. Это тоже будет хорошо. Но уже через детей. Но уже через детей. Но уже через детей. И внуков. И внуков. Каково отношение к этим словам? Ну, какое-то спокойствие. Мне понравилось. Каково. Нет.